Церковь Божья Сильный, добрый пастырь, любящий спаситель, целитель превыше всех богов. Владыка чудный, великий царь царей Иисус, Иисус превыше всех имен. Ты Бог, не видит, победивший смерть, Ты мой спаситель, по веки буду петь. Ты лишь один наш царь, кто может нас прощать. Ты наш спаситель, наш искупитель. Ты сильный, добрый пастырь, любящий спаситель, целитель превыше всех богов. На выходы ищу ты, великий царь, царей, Иисус, Иисус превыше всех, превыше всех имен. Ты, о, великий, победивший свет, Ты мой спаситель, в веки буду петь, Ты лишь один наш царь, кто может нас прощать. Ты наш спаситель, наш искупитель. Нет, Бог не выше тебя, нет, Бог сильнее тебя, Мне больше имени не течет, Иисус. Лишь ты, Бог, нас оправдать, Субботу свою доказать. Ты на кресте явил нам славу, Завил нам свою славу. Иисус, Ты, Бог, великий, победивший смерть, Ты мой спаситель, в веки будем петь. Ты лишь один наш царь, кто может нас прощать. Ты наш спаситель, наш искупитель. Ты наш спаситель, Бог, ты наш спаситель, Ты наш спаситель, наш искупитель. Нет, Бог превыше тебя, нет, Бог сильнее тебя, Нет больше имени не течет, Иисус. Лишь ты, Бог, нас оправдать, Любовь свою доказать. Ты на кресте явил нам славу, явил нам славу. Нет, Бог превыше тебя, нет, Бог сильнее тебя, Нет больше имени не течет, Иисус. Лишь ты сможешь нас оправдать, Любовь свою доказать. Ты на кресте явил нам славу, явил нам свою славу. Ты великий Бог, Ты наш спаситель, Ты наш искупитель, Бог. Господи, Ты наш спаситель, Иисус, явил нам славу. Ты великий Бог, всемогущий и чудный Господь. Спасибо за ту силу, за твою победу Господа. В Церковь давайте еще и еще прославим нашего Бога. Он достоин. Наш Бог, это Бог всякой победы. Аллилуйя. Приветствую вас, дорогие братья и сестры Я очень рад видеть каждого из вас на этом прекрасном, замечательном летнем служении И давайте сейчас повернемся к нашему соседу Особенно тепло пожмем руку, поприветствуем, пожелаем Божьих благословений Мы очень рады людям, которые первый раз на нашем служении Возможно, вы гости из другой церкви Может быть, вы первый раз на таком служении, как наше Мы хотим попросить вас на том месте, где вы есть Поднимите, пожалуйста, вашу руку, помашите нам Мы очень-очень рады вас видеть Пусть Бог особенно благословит вас сегодня В начале нашего служения я хочу попросить, чтобы мы могли отключить наши мобильные телефоны Или поставить их на беззвучный режим, чтобы ничто нас не отвлекало И перед нашей первой молитвой я хочу зачитать слово Это Филиппийцам, 4 глава, 13 стих Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе Братья и сестры, в этом простом, коротком слове есть очень сильное обещание для нас Вы знаете, Господь говорит, что наши церкви, наши семьи будут сильными и крепкими Только потому, что у Иисуса есть эта сила Мы с вами получим исцеление от любой болезни Потому что Иисус Христос, Он целитель и сегодня Мы будем свободны от любого греха, от любой зависимости Только потому, что Иисус Христос 2000 лет назад умер за нас и воскрес Для того, чтобы дать нам эту силу Братья и сестры, для Бога нет ничего невозможного И в Нем мы имеем эту силу И давайте к такому Богу перейдем в нашей первой молитве Дорогой наш Господь и Бог, спасибо за то, что Ты умер за нас За то, что Ты воскрес, Боже, Ты дал нам победу, Господь За то, что Ты дал нам эту силу, Господь И наши семьи благословенные Боже, мы имеем свободу, мы имеем победу, Господь И мы имеем исцеление, Боже Мы благодарим, мы славим и мы превозносим Тебя Наш чудный и великий Бог Во имя Иисуса Христа Аминь Церковь Божья, не будем недооценивать силу хвалы Силу прославления И мы от всего сердца, своими устами, своими руками Своим всем разумением и крепостью будем славить нашего Бога Будем просить у Него силу Потому что Его силою мы можем сказать Мы можем спеть Все могу силой возлюбившего Будем радоваться Будем славить нашего Бога Нашего Творца Спасителя нашего Тебе поем, Господь Он поддержит меня На пути моих дел Даст мне крылья и силу Лететь Ничего не боюсь Потому что со мной Всемогущий и сильный Господь Все могу Силой возлюбившего Моего Царя Все могу с тобой Все могу Силой возлюбившего Силой возлюбившего Моего Царя Все могу с тобой Славим тебя! Он поднимет меня На высоты свои И покажет мне землю С небес И покажет мечту Что на сердце его Это есть спасение Спасение людей Все могу Силой возлюбившего Силой возлюбившего Моего Царя Все могу с тобой Все могу с тобой Весь с тобой Весь с твоей силой Славим тебя Бог И знаем, когда мы славим В духовном мире Свержаются наши победы В духовном мире Мы силу принимаем Твою Господь Радуемся тебе Слава, слава твоего Царя Он велик, он целен И сейчас провозгласи Все, все, все могу Силой твоей Все, все, все могу Силой возлюбившего Все, все, все могу С тобой Лишь с тобой, Господь Все, все, все могу Силой возлюбившего Все, все, все могу Расскажи про тема своим! Все могу, силой вас, любившего моего царя, все могу с тобой! Лишь ты велик! Лишь ты зелен! Лишь ты Господь! И тебя мы славим! Аллилуйя! Спасибо тебе! Спасибо тебе, Господь, за радость, за спасение, за Духа твоего святого! И мы не будем умолкать в прославлении! Без конца мы будем превозносить своего Творца, нашего царя! Вся слава тебе, Господь! Без конца я буду превозносить Творца! Вечной хвалы достоин Он! Имя Ему Иисус! Ты царь-царей! Царь-царей! Ты Господь души моей! Нет для меня имен ценней! Слава тебе, Иисус! Без конца мы будем превозносить! Без конца я буду превозносить Творца! Вечной хвалы достоин Он! Имя Ему Иисус! Царь-царей! Царь-царей! Ты Господь души моей! Нет для меня имен ценней! Слава тебе, Иисус! И мы взойдем! Взойдем на высоты Божьи! Дьявол враг Потерник в драм! Мы взойдем! Взойдем на высоты Божьи! Дьявол враг Потерник в драм! И каждый скажет! Каждый скажет! Я спасен! Каждый скажет! И исцелен! И каждый скажет! Освобожден! Иисус, Победитель, Крепа ждет! И без конца! Без конца я буду превозносить Творца! Вечной хвалы достоин Он! Имя Ему Иисус! Ты царь-царей! Бог! Царь-царей! Ты Господи души моей! Нет для меня имен ценней! Слава тебе, Иисус! И мы взойдем! Взойдем на высоты Божьи! Дьявол враг Потерник в драм! И каждый скажет! Я спасен! Каждый скажет! И исцелен! Каждый скажет! Освобожден! Иисус, Победитель, Крепа ждет! И без конца! Без конца я буду превозносить Творца! Вечной хвалы достоин Он! Имя Ему Иисус! О, царь-царей! Ты Господи души моей! Ты Господи Бог! Я для меня имен ценней! Слава тебе, Иисус! И без конца! Без конца я буду превозносить Творца! Вечной хвалы достоин Он! Имя Ему Иисус! О, царь-царей! Ты Господи души моей! Нет для меня имен ценней! Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Иисус! Мы ликуем перед Тобой, Господь! Мы восхваляем Тебя, Иисус! Потому что в наших жизнях, Иисус, Ты один святой! Ты нам даешь пример, Господь! Спасибо тебе, Иисус! За то, что Ты наш целитель! За то, что Ты наш искупитель! За то, что, Господь, Ты исцеляешь нас! Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Иисус! Да-а-а! Ты, святой Господь, ты, святой Господь, мы возносим Твое имя выше всех. Когда я возвожу глаза свои, Я вижу мир прекрасных дел Твоих. Во всем величие Твое, Твоей любовью дышит все. Как трудно выразить в словах земных Всю глубину сердечных чувств моих, Но я к ногам Твоим паду, К Тебе я руки вас веду и вас бою. Ты, святой Господь, ты, святой Господь, Ты достойный славы, чести и хвалы. Ты, святой Господь, ты, святой Господь, мы возносим Твое имя выше всех. За что ты, Бог мой, возлюбил меня? И милостью Своей зачем об я? Своей ты жизнью искупил меня, И на кресте ты весь мой грех расслял. Спасибо! 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 О, спасибо! О, о, о… Чудный Утешитель, Славный Святой, Сильный, Могущественный, Вечный, Живой! Бог, исцеляющий, щит и покой, Башня, убежище, лучший друг мой, Немудрый, вездесущий, Бог, три-един, Альфа, Омега, царь, властелин, Святый, святый, святый наш Господь, чудный Бог. Башня, убежище, лучший друг мой, Немудрый, вездесущий, Бог, три-един, Альфа, Омега, царь, властелин, Святый, святый, святый наш Господь. Святый, святый, святый наш Господь. Святый, святый наш Господь. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы взять грехи многих. Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Мы ожидающие его, мы его ожидаем сегодня, мы его ожидаем каждое мгновение. И давайте еще раз большую славу нашему Господу, Спасителю Иисусу Христу. И мы можем присесть и выслушать объявление. Сегодня выпуск воскресной школы. Начинаются летние каникулы. Но сегодня еще будет занятие. Поэтому, дорогие родители, вы можете своих деток отдать учителям в фойе. А забрать их вы можете после служения в парке. И наши детки приготовили в честь выпуска воскресной школы для нас выступление. Давайте их поприветствуем. Ближе микрофон держите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие детки, спасибо вам за ваше выступление Спасибо учителям, которые вкладывают в наших детей свою любовь Слава Богу Следующее объявление Сегодня в 17.00 в молодежно-духовном центре будет молодежный клуб Приглашаем всех молодых на это мероприятие В субботу в 19.00 это 9 июня в храме состоится вечер хвалы и поклонения Братья и сестры, есть время, когда мы просим Бога помочь в наших нуждах Благословить нашу жизнь И мы ожидаем от Него помощи Но есть другое время, когда мы собираемся и отдаем Богу Отдаем благоговение наших сердец Отдаем хвалу и поклонение и благодарность И это можно будет сделать всеми вместе в субботу на 19.00 И к нашему вниманию видеопрезентация этого мероприятия Хвала и поклонение Это то, что открывает небеса И у тебя есть шанс подойти близко к престолу благодати Настало время, когда Бог начал искать себе поклонников Твой дух жаждет соединения с Ним Присоединяйся к хвале и поклонению Которое будет проходить 9 июня в храме Церкви Спасения В 19.00 И давайте прославим Бога за это новое служение Которое он открывает в нашей церкви Месяц июнь в Церкви Спасения Назван месяцем победы И мы молимся и постимся За такие нужды За благословение епископа Филиппа Савочку Божий захист здоровья с семьи и служения За благословение пастора моей поместной церкви За перемогу над думками людей Над похотями Над складными обставинами Над страхами За благословение всех змин табору Дитячого, подлиткового и молодежного зміни За закинчение войны Очищение от коррупции Популизма И экономический рост в Украине Потребы Центральной церкви За придбание земли Под строительство великого зала Для Центральной церкви Потребы поместной церкви И особистые потребы Ибо всякий родитель от Бога Побежит мир И сила, и сия победа наша Есть вера наша Аминь И молитвенные листочки Мы можем взять у выхода в фойе И перед нами еще будет один видеоролик Это ролик всех мероприятий За последний месяц нашей церкви Но я хочу поблагодарить каждого Кто жертвует своими десятинами И пожертвованиями Чтобы в доме его всегда был хлеб А что сегодня хлеб в доме Божьем Это наши дела Которые прославляют Иисуса Христа И давайте посмотрим ролик Всем привет Добрый день Мы тут разом с вами для того Чтобы згадать останні події минулого месяца У травня месяца У молитвенно-оздоровчому центру Фавор Проходят выездные школы для деаконев По курсу наставництво 3 Написаному епископом Пилипом Савочкою Першими открыли эстафету региони пастора Юрія Цибилюка та пастора Миколи Савчука Школу відвідало біля 230 чоловік Вчиння прослухали пастори, деакони та помічники з 30 помісних церков Далі відбулась деаконська школа региону пастора Тетяни Кеби, яку відвідали близько 160 служителів з Київської та Черкаської областей До речі, ти знаєш, що у Радемошлі вже викупили майже всі путівки в дитячий та підлітковий табір? Знаю, і именно там спеціально для проведення ярких і веселих служень Вау, круто! Я в своєму дитинстві навіть не мрію про таке! А у мене є ще одна хорошее новость Я, як мама, особливо радуюсь тому, що на детській площадці около храма появилась ще одна качеля Потому що именно качели всегда самые востребованные у дітей Качеля всегда, да, лучше всего, нравится діткам Я іду катати сина-сина Я дуже люблю качель і я рада, що появилась ще втаря Діти счастливі, їм дуже нравится кататися на качели Тому ми дуже раді, що церковь так заботиться о нас і наших дітях Спасибо! Ще територію площадки облагородили новими дерев'ями Для того, щоб в жаркий день під ними можна було укрыться від сонця В маі прошел выпуск факультатива христианської етики Который проходил в первой школе города Вишневая Этот урок проводила детский пастор Ольга Галкіна Урок посещала 33 ребенка, которые в конце получили диплом о выпуске У травні гарний рывок відбувся у будівництві другого хозблоку у реабілітаційному центрі Восор Церква активно допомагала фінансами, адже це приміщення важливе для центру Оскільки саме завдяки особистому господарству відбувається харчування реабілітантів Багато років у церкві спасіння існує дуже гарна і корисна традиція Але корисна вона не тільки для душі і духа, а й для нашого тіла Тому що ми робимо дуже гарну і класну таку зарядку Я думаю, всі ви догадались, о чому речі Соціальна акція «Чистое серце» – чистий міст, яка пройшла по многим по місним церквям Ми ж побували в Вишневській церкві С утра раньше всех приходять ответственні за разні участки роботи, обсуждають важні організаційні моменти Все желаючі потрудиться собрались у храма После общей молитви все разошлись по своїм містам Кто-то получил грабли, щоб поработати в парці Кто-то мусорные пакеты, щоб очистити улиці города Веники, лопаты – роботи хватало всім Я пришел, тому що це мое настоящее і ради моєго будущого Ради моих дітей і внуків, які потом скажуть «А мой дедушка тут тоже что-то посадил, що-то убирал» Я підмітал сегодня, тут було грязно А тепер давайте посмотрим на саму горячую роботу Вот, де происходять великі діла І повірте, дуже важні для всіх тіх, хто прийшов сьогодні Картопля є, огирок, сарделька є і радіска Приятного апітіння Ми дуже хорошо працювали нашою благословеною командою Ми працювали в найважчому районі Вишневого Біля церкви православної на болоті Поубирали все, тепер там чисто, можете ходити, дивитися на качечок А зараз ми їмо дуже смачну картопльку, серделечки і слава Богу за все Очень вкусная сосиска, чувствується свежая Я таких ще раньше не ел никогда Обід прекрасний, качественный Видно, що люди, які його готовили, отнеслися відповідно до цього питання Благодарю всіх організаторів цього проєкту Голосніше наших слів говорять тільки наші добрі діла У цьому місяці від церкви Спасіння для дитячого санаторію Барвінок Де діти навчаються та лікуються Була куплена колонка з мікрофонами Для проведення свят та інших дитячих заходів Дякуємо! У районну дитячу лікарню купили два спеціальних стільчика Для зручного годування малят, які там перебувають У інтернат для діток з ослабленим зором для ремонту класних кімнат Придбали лінолюм, фарби та інший необхідний інвентар В прошлое воскресенье состоялось важное служення Которому церковь готовилась нескільки місяців Свято Тріці, або як його ще називають П'ятидесятниця Це день сходження Духа Святого Це служення було не просто праздничним, onо було евангелизаціонним Перед служенням було напечатано і роздано Несколько десятков тисяч пригласительних, щоб кожен мог позвати друзей, близких, знакомих і вовсе незнакомих людей на це служення Спеціально був снят ролик свидетельства о людях, Жизнь которых Бог кардинально змінил Після проповіді свершили молитвы Зануждаєшся в исцелении і освобождении Я сама закройщик, я не можу стоять над столом крыти, у мене грыжа І мені вже розказали, що це таке, по яким врачам пройти треба І я з понедельника собралась вже йти по врачам Після цієї молитви, такої сильній молитви, получила я таке исцелення Іменно исцелення позвоночника і вот этой грыжи, я так конкретно мучила Про п'ятку, це було про мене, коли сказав пастор, що Бог ісцеляє п'ятку У мене місяць резало, це страшно, не могла встати на п'ятку просто, на стопу І сьогодні, коли пастор сказав, я кажу, Господь, амінь, і нету, все, боль ушла, і я ісцелена Пришли наші знакомі, ми як раз обжидаємо цю тему Пришли наші роботники, колеги, головний конструктор нашого об'єднення, і роботник, хостчасть Ну, вони щас уже ушли, ну, я так с ними наблюдал за ними, видно, що вони чувствували, що Именно от сьогодні був їх день, да, і Дух Святой коснулся їх сердец, чувствовалось це В конце служення звучав призыв к покаянию І як радостно було видіти людей, стремащихся вперед для молитви примирення з Богом Каждому із них подарили небольшой подарок і приглашення на праздничний ужин Такі вечера проходять не вперві, це вже добрая традиція для нас Але для тих людей, котрих пригласили перший раз, це особенне время Да, дуже мені подобається, як співала дівчка, як жінчина співала Дуже доброся, що тут люди Мені дуже подобається, як дівчка пела, от маленький, дуже хороший голос І такі пісні прекрасні, мені дуже подобається І да, тож, в общем, дуже все приємно, культурненько, красиво Слухай, ну це реально класно, що можна стати учасником таких справ Бачите, як нові люди приходять до Бога Це действительно приносить огромну радость І на цій щасливій ноті ми будемо з вами прощатися І давайте помніть, що ми кожен день можемо влияти на судьбу людей, проявляя к ним любов Христа До свидання! На все добре! Слава нашому Богу! Давайте ще більше прославимо Господа за столько прекрасних добрих дел, Которые ми, як церковь, вместе можемо делать Хотелось би сказати огромне спасибо всем, хто приглашав людей на праздник Троицы, на евангелизацию Всем, хто раздавав пригласити, у нас их було 20 тисяч Всех, хто приводил людей на служение Троицы, на служение евангелизации Приводил потом на фуршет в понедельник Слава Богу за всіх, хто покаялся, хто исцелился, освободился І давайте за все ці чудеса Бога прославим І, братья і сістрі, давайте ми поднімемося і завершимо молитву Говори сегодня к нам, меняй, преображай сегодня наши жизни І ми просимо Дух Святой про славу ім'я Ісуса і послужи кожному із нас А Тебе наш Бог ми даємо всю честь, всю славу і хвалу Во ім'я Ісуса, амінь Можем присаживаться Слава Богу, братья і сістрі, рад приветствовать всех Сегодня на втором потоке Для меня огромная честь делиться Словом Божьим Месяц июня нашей церкви мы назвали Месяцем Победы И сегодня мы поговорим о том, как иметь Победы в нашей жизни Как побеждать мнение людей, как побеждать влияние людей на нашу жизнь Давайте мы откроем Слово Божье Марка 10 глава 46 по 52 стих Мы прочитаем историю Марка 10, 46, 52 Приходит в Ерихон И когда выходил он из Ерихона с учениками своими И множеством народа В Артемей сын Тимеев слепой сидел у дороги, прося милостынь Услышав, что это Иисус Назарей Он начал кричать и говорить Иисус, сын Давидов, помилуй меня Многие заставляли его молчать Но он еще больше стал кричать Сын Давидов, помилуй меня Иисус остановился и велел его позвать Зовут слепого и говорят ему Не бойся, вставай, зовет тебя Он сбросил с себя верхнюю одежду Встал и пришел к Иисусу Отвечая ему, Иисус спросил Чего ты хочешь от меня? Слепой сказал ему Учитель, чтобы мне прозреть Иисус сказал Иди, вера твоя спасла тебя И он тотчас прозрел И пошел за Иисусом По дороге Историю, которую мы прочитали Говорит нам о чуде Которая произошла в жизни Одного человека по имени Вартимей Знаете, в жизни Вартимея, как казалось Не было никаких перспектив Жизнь его была, знаете Однообразная Этот человек, Библия говорит нам Был слепой Был нищий Каждый день его выводили Садили у дороги И он просил милостыни Вот Казалось бы, никаких перспектив Но одна встреча с Иисусом Христом Произвела в его жизни Серьезные перемены Может быть, ты сегодня на этом месте В твоей жизни, может быть Есть какой-то тупик Какие-то проблемы Какие-то переживания Знай, встреча с Иисусом Все может изменить Иисус сильный Менять нашу жизнь Знаете, Иисус Христос Вместе с учениками Он проходил по дороге В Иерусалим В Иерусалим Он шел на праздник Пасхи Где впоследствии Он был распят Иерихон Находился в 25 км От Иерусалима И в то время Многие паломники Они шли в Иерусалим На Пасху Те люди, которые Не смогли Пройти в Иерусалим На Пасху Они выстраивались Вдоль дороги И приветствовали паломников Желая им счастливого пути И вот один из таких дней В Артемеи сидел На своем обычном месте И множество народа Множество пыли Множество шума Гама Казалось бы Что может Поменять Этот день В его жизни Но знаете Случились Определенные обстоятельства И Определенные обстоятельства Запустили Цепную реакцию В жизни В Артемея И в жизни В Артемея Произошло чудо Я так и назвал мою проповедь Сегодня Цепная реакция Цепная реакция Знаете, что такое цепная реакция Это серия событий Что следует одно за другим И когда мы правильно Реагируем Мудро реагируем На эти определенные события В нашей жизни Происходят перемены Я хотел бы Чтобы мы могли сегодня Посмотреть и поучиться От жизни В Артемея И правильно реагировать На определенные события В нашей жизни Чтобы наша жизнь Так же Могла измениться Итак Три вещи мы посмотрим Из этой истории Первое, о чем я хотел бы Поговорить с нами сегодня Первый пункт я назвал так Какая моя реакция Когда я слышу Об Иисусе Какая моя реакция Когда я слышу Об Иисусе Знаете, что такое реакция Это действие Возникающее в ответ На какое-либо воздействие То есть наши действия Определяются чем? Тем, что на нас Давайте я заменю слово Влияет То, что на нас влияет Мы на это Отвечаем какими-то действиями Знаете, за последнее время Будучи вчера На национальной молитве Сегодня вот смотря ролики Я определил Таких три момента Вот что на нас Как на людей Сто процентов влияет Знаете, что влияет на нас Вот так Особенно на многих людей Практически на всех людей влияет Когда мы слышим о чудесах Божьих Бог кого-то исцелил Бог кого-то освободил Нам хочется Бога прославить Поаплодировать На нас это влияет Братья и сестры Аминь Знаете, что на нас еще влияет Когда дети выступают Да, сегодня детки пели И родители так Телефоны подняли Мамы немножко привстали Сопереживая Когда детки выступают На нас это тоже По-особенному влияет Вчера на национальной молитве Когда выстроился детский хор И так они стройно пели Знаете, весь зал Можно было наблюдать Практически все взяли в руки Мобильные телефоны И хотели заснять Такое прекрасное действие Знаете, я понял, что на нас еще влияют Сосиски на нас влияют Когда мы увидели в ролике Что есть вкусная еда Это тоже на нас влияет Поэтому реакция Это когда я делаю Какие-то действия Под влиянием кого-то Или чего-то Знаете, с чего начались Перемены в жизни Вартемея Он отреагировал На проходящего Мимо Иисуса Как отреагировал Вартемей Он отреагировал Мгновенно Когда Иисус Проходил вместе с учениками С большим количеством людей Мимо Вартемея Я думаю У Вартемея В запасе было Может быть Одна-две минуты Чтобы среагировать На это событие Знаете, бывают В нашей жизни Какие-то определенные События И для того, чтобы Это событие Повлияло на мою жизнь Нам нужно Принять Быстрое решение Мгновенное решение Когда Иисус призывал Своих учеников Написано Они тотчас Отреагировали На призыв Иисуса Знаете, так и в нашей жизни Мы можем Скажем так Пропустить Какой-то важный момент Пропустить Какое-то важное событие Не отреагировав На него И этот момент Может повториться А может и не повториться Вартемей Использовал Этот момент Он мгновенно Отреагировал На проходящего Мимо Иисуса Христа Знаете, я помню В моей жизни была такая история Мне было 10 лет Это был 1989 год И Мой дедушка Мечтал Приобрести новый автомобиль На то время Одних финансов Чтобы купить новую машину Было мало Нужно было пройти Еще определенную процедуру Дедушка Мечтал о Жигуле Шестерке И На то время Это был Предел мечтаний У него Была 13 модель Жигули Для того, чтобы купить Жигули шестерку Нужно было В определенное время Когда тебе позвонят с АвтоВАЗа Ты должен был записаться Быстро Привезти свою машину Скажем Туда на АвтоВАЗ Доплатить Ее оценить какую-то сумму Доплатить Недостающие финансы И стать счастливым Обладателем Нового автомобиля Казалось бы Все просто Но нужно было Не пропустить Один очень важный Звонок Они сказали Мы вам позвоним На протяжении недели Но когда В какое время Они сказали Обязательно Вы должны Принять этот звонок Если вы не успеете Среагировать Там буквально час-два-три У вас есть Уже на эти машины Большая очередь В то время Мобильных телефонов Не было И домашний телефон Редкостью был И вот я гулял на улице Это был обычный Будний день И гулял с друзьями на улице И мне так захотелось пить Знаете Иногда пить хочется Вовремя И я решил пойти домой Почти домой Попить воды Прихожу домой Набираю воду Пью В это время Звонит телефон Я поднимаю трубку И там На той стороне провода Женщина говорит Мы звоним вам из автоваза Вы заказывали машину Срочно В три часа Приезжайте Если не приедете Ничего не будет Я бегом Ложу трубку Набираю деда Помните что такое Дисковый телефон Так и ездил Такой звук Интересный издавал Дозванив с дедушки На работу Дедушка Бросай все Срочно лети в автоваз Сегодня Твой счастливый день Ну не только его И для меня это был счастливый день Я помню вечером уже Эта машина стояла у нас Под окнами Знаете в таких Чехольчиках С целлофана Сидушки были завернуты Было приятно Знаете нужно было Отреагировать Мгновенно Я хочу сказать Братья и сестры Для нас Простое но очень важное Откровение Почему Некоторые люди Не реагируют Мгновенно На Иисуса Что-то влияет На них больше Что-то влияет На них Сильнее Как правило Есть основные Причины Что влияет на людей Почему они не реагируют На Иисуса Первая причина Это грех Для людей Если грех очень ценный Очень важный Они не представляют Свою жизнь без него Например Как это Не украду Не проживу Не выпью И так далее Если грех сильно влияет На нашу жизнь То Иисус Не сможет изменить Нашу жизнь Вторая причина На нас может влиять Мнение людей Есть люди На которых Очень сильно влияет Мнение людей Что скажут люди Что скажут соседка Сосед Знакомые Друзья И так далее Третья причина Люди переживают А получится ли у меня Поменять свою жизнь Когда у нас был Понедельник Фуршет для наобращенных Мы сидели за столом И один мужчина Он говорил Я не знаю Получится ли у меня Теперь поменять свою жизнь Получится ли у меня Жить по другому У тебя самого не получится Но с Иисусом Получится Сто процентов Аминь Знаете что еще Имеет силу влияния на нас Это боязнь Придать веру отцов О как же я там Перекрещусь Как я там Придам веру отцов Знаете мы ничего Не предаем Мы только Начинаем по-настоящему Верить в Господа Иисуса Христа Поэтому с чего Начинаются перемены Позволь Иисусу Больше Повлиять на твою жизнь И Каким образом Да Когда Иисус влияет На нашу жизнь Мы отвечаем Ему нашими делами Нашими действиями Может быть ты Покаялся На прошлое служение Начни следовать За Иисусом дальше Приходи на наставничество Найди себе Домашнюю группу Может быть ты Уже проходишь Наставничество Есть в домашней группе Делай Старайся делать Следующие шаги За Иисусом Если Иисус Будет влиять На нас И мы будем делать Шаги веры Наша жизнь Сто процентов Изменится Знаете я хотел бы Сегодня Подкрепить Веру Особенно тех людей Кто делает такие Первые шаги За Богом И спросить у церкви Некоторые вопросы Братья и сестры Можно попросить Поднять руки Тех людей Вам Иисус В вашей жизни Хотя бы раз Вас исцелил От какой-то болезни Вы знаете сто процентов Мама дорогая Слава Богу Слава Богу Сколько рук Наш Бог Сильно исцелять Кого Иисус Хоть раз в жизни Освободил От какой-либо Зависимости Можно увидеть руки Я тоже поднимаю руку Иисус Меня освободил От многих зависимостей Слава Господу Может быть у кого-то есть Иисус вам помог Решить Разного рода Семейные проблемы Вы были одиноки Нашли Пару себе У вас были трудности Семья укрепилась Семья наладилась И так далее Отношения Слава Богу Братья и сестры Финансовые проблемы Может быть Иисус помог Кто-то работу нашел Бизнес начал Мудрость в бюджете Появилась И так Долги отдал Это чудо Слава Богу И Еще последний вопрос Помог Иисус обрести Внутренний мир И радость Может быть есть проблемы Трудности Но внутри есть мир и радость Давайте мы прославим Нашего Бога Наш Бог сильный Он сильный Менять нашу жизнь Не бойся Иисусу полюлять на твою жизнь Он больше всех Хочет блага Для каждого из нас Иисус хочет благословить нашу жизнь Знаете, братья и сестры Я иду за Богом 19 лет 20 лет я был неверующий 19 лет верующий В моей жизни Иисус сделал много чудес В моей жизни Иисус явил много милости Иисус освободил меня От зависимостей От многих зависимостей Иисус помог мне И помогает дальше Менять мой характер Знаете, я недавно помню Один брат рассказывал Я слышал Я в своей жизни Раньше вообще не понимал Как прощать Я вообще Всегда был прав Я слушаю и думаю Сто процентов Я тоже точно таким же был Когда мы с моей женой На первых этапах Нашей семейной жизни Ругались Она всегда брала вину на себя Она говорила Прости, это я виноват Я говорил Вот что и требовалось доказать Всегда проблема от тебя А я всегда был прав Знаете Но в процессе Идя за Иисусом Бог открыл и дал мне понимание Очень часто неправ Кто? Моя жена Нет, я, братья и сестры Очень часто я поступаю неправильно Бог меняет наш характер Много внутренних комплексов Много каких-то Внутренних страхов Иисус победил Помог победить в моей жизни Иисус помог мне выйти Из финансовых проблем Иисус помог построить Хорошую семью Крепкие отношения в семье Знаете, я хочу сказать Как свидетельство перед Богом Я в моей семье счастливый человек Да, есть какие-то могут быть ситуации Какие-то моменты Но Бог Являет милость И у нас хорошая крепкая семья Иисус помог Самое главное Иметь внутренний мир И радость Мне сегодня люди Задают вопрос А ты счастливый человек? Я могу сказать Да, внутренне Я счастливый человек Внутри меня живет Иисус Давайте мы еще раз Прославим Иисуса Христа Какая моя реакция Когда я слышу об Иисусе? Все начинается с моей мгновенной реакции Когда я позволяю Иисусу Повлиять на мою жизнь И отвечаю Ему Простыми действиями Следованием за Ним Второй вопрос, который я хотел бы сегодня Мы могли бы поискать ответ Звучит так Какая моя реакция на мнение людей? Какая моя реакция на мнение людей? Знаете, первая задача дьявола в нашей жизни Чтобы Иисус вообще на нас не влиял Чтобы мы о Нем не слышали Чтобы мы о Нем не знали Чтобы мы с Ним не познакомились Я думаю, вы вспомните из вашей жизни Нас не раз приглашали на служение в церковь Один раз приглашали, второй раз И, может быть, мы уже собирались Все, пойду Послушаю Посмотрю Но, как правило, возникали Какие-то непредвиденные обстоятельства На работу могли вызвать Теща приехала, например Может быть, там, я не знаю Заболел И еще что-то Раз, кран потек Разные обстоятельства И знаете, когда мы эти обстоятельства прошли И уже действительно Иисус на начальном этапе Повлиял на нас У нас зародилась надежда У нас зародилась вера Что что-то в нашей жизни Может измениться И знаете, в таком случае Дьявол меняет тактику И переходит на следующий этап И знаете, в чем его тактика заключается Его тактика заключается в том Чтобы ослабить влияние Иисуса на нашу жизнь И один из способов Который дьявол использует Он включает такое, знаете Громкое мнение окружающих людей Заметьте, когда Вартимей услышал Что Иисус проходит мимо него Он понял, это шанс Это возможность Он начал взывать к Иисусу И что произошло дальше? Иисус дал ответ Нет А что произошло дальше? Люди, которые окружали Вартимея Люди, которые окружали Иисуса Библия говорит Заставляли Вартимея замолчать Знаете, это тактика дьявола Он хочет заставить нас Через мнение людей Остановиться Не идти за Богом Чтобы это мнение людей Влияло на нас больше всего Знаете, именно Используя эту тактику Дьявол пытается сдержать нас От перемен нашей жизни От следования за Иисусом И это мнение людей Оно имеет огромную силу Знаете, я помню Ко мне на наставничество Приходила одна женщина Ей было около семидесяти лет У нее серьезная проблема В семье с сыном И вот она делала Первые шаги за Иисусом У нее внучка верующая Она знает, что Иисус сильный Что Иисус сможет изменить жизнь И она начала делать первые шаги за Иисусом Покаялась Ходила на наставничество И когда встал вопрос Дальше следовать за Богом Она говорит Нет, я больше не буду делать никаких шагов Я спрашиваю А почему вы принимаете такое решение Я переживаю Что скажут мои соседи Знаете, я подумал Человеку 70 лет В 70 лет уже не так важно Мне кажется Ну, что скажут твои соседи Что скажет твоя родня Но это мнение людей Знаете, дьявол накручивает его Чтобы оно влияло на нашу жизнь Чтобы оно ослабило влияние Иисуса Буквально недавно одна сестра На наставничество Она рассказывает историю Она говорит Когда я пошла в церковь Я начала идти за Богом Бог изменяет меня внутри Бог изменяет мои обстоятельства Но я не знаю, буду ли я делать шаги дальше Я говорю А что вас останавливает? Она говорит Моя родная сестра Позвонила мне и сказала Ты в церковь ходишь? Она говорит Да, хожу Ходи, но не вздумай приймать хрещение Если хрещение примешь Я от тебя откажусь Или отрекусь Она говорит Я так переживаю Я так боюсь Знаете, мнение людей Это одно из таких мощных Оружий дьявола Для того, чтобы ослабить Влияние Иисуса на нашу жизнь Знаете, я хочу сказать для нас Простое откровение Если после того, как ты услышал об Иисусе И начал делать первые шаги Ты встретил противостояние Знай, ты на правильном пути Ты движешься в правильном направлении Если ты пошел за Богом И встретил противостояние Ты на правильном пути Я хотел бы попросить в видеостудию Показать один ролик Если он запустится Если есть такая возможность Ролик про мнение людей Давайте мы посмотрим Как-то раз отец со своим сыном и осликом Путешествовал по пыльным улицам города Отец сидел верхом на осле А сын вел его за уздечку Бедный мальчик Сказал прохожий Его маленькие ножки едва поспевают за ослом Как ты можешь лениво восседать на осле Когда видишь, что мальчишка Совсем выбился из сил Отец принял его слова близко к сердцу Когда они завернули за угол Он слез с осла И велел сыну сесть на него Очень скоро повстречался им другой человек Как не стыдно Малый сидит верхом на ослике, как султан А его бедный старый отец бежит следом Мальчик очень огорчился от этих слов И попросил отца сесть на ослика позади него Люди добрые, видали вы где-либо подобные? Заголосила женщина Так мучить животные У бедного ослика уже провис хребет А старые молодой бездельники Выседают на нем, будто он диван О, несчастное существо! Не говоря ни слова, отец и сын Посрамленные слезли с ослика Едва они сделали несколько шагов Так встретившийся им человек Стал насмехаться над ними Чего это ваш осел ничего не делает? Не приносит никакой пользы И даже не везет кого-нибудь из вас на себе? Отец положил руку на плечо сына И сказал Что бы мы ни делали Обязательно найдется кто-то, кто с нами будет не согласен Я думаю, мы сами должны решать, как нам путешествовать Аминь Слава Богу, братья и сестры Знаете, я хотел бы сказать такие простые четыре совета Исходя из этого видео Всем не угодишь Знаете, как бы мы ни пытались На осле, возле осла Поменялись Отец с сыном Все равно у людей будет какое-то определенное мнение Которое может не совпадать с нашими действиями Не позволяй мнению людей влиять на тебя Прислушивайся к мнению тех, кто компетентен Знаете, нам важно Если уже прислушиваться к мнению То тех, кто специалист Кто компетентен в том или ином вопросе Знаете, кто наибольший компетентен в вопросе вечности, спасения Перемен в нашей жизни, в нашей душе Это Господь Иисус и Его Слово Аминь Поэтому угождай Богу Он хочет блага для тебя Знаете, хочу сказать для нас еще несколько таких простых откровений Кто будет больше влиять на нас Зависит от нас Зависит от нас В Артемея люди пытались заставить замолчать А Библия говорит А он еще больше стал кричать А он пошел против мнения толпы Знаете, я помню Когда меня вызвали в школу Звонит учительница в первом классе Был мой старший сын Срочно приходите в школу Ваш сын таке тут натворил Я уже иду думаю, что случилось Побил кого-то Может быть подпалил класс Ну не знаю уже что ожидать Прихожу, она говорит Как вообще ваш сын может Он такое сделал Говорю, что он сделал? Она говорит У нас было свято хлеба И мы должны были всем классом вклониться земли И ваш сын ставил и сказал Я никому кроме Господа поклоняться не буду Знаете, я смотрю на нее Она такая разъяренная Глаза Я говорю Как он мог? Как он? Я с ним дома разберусь Она успокоилась Я взял его Мы вышли со школы Я говорю, сынок, молодец Сегодня едем в Макдональдс праздновать Ты смог победить мнение людей Ты смог пойти И мы поехали с семьей Мы праздновали такое событие Знаете, людям не угодишь Но от нас наше решение Кто на нас будет влиять больше Знаете, как победить страх перед мнением людей Прими решение И еще больше идти за Иисусом Я хочу сказать, братья и сестры Еще одно важное откровение Если мы примем решение Когда на нас будет давка мнения людей Последовать за Иисусом и еще больше Мы переживем встречу с Иисусом Мы переживем Бог будет говорить в нашу жизнь И значит, что Бог сильный Бог сделает так Что многие из этих людей Которые, может быть, осуждали Не понимали нас Ихне мнение изменится Когда Иисус обратил внимание на Вартемея То те люди Которые только что заставляли Его молчать Тут вдруг Произошла резкая перемена Ихне мнения Вставай Зовет тебя И уже как будто Они сами ведут Вартемея К Иисусу Христу Поэтому знай Прими решение Пускай мнение Бога Пускай влияние Иисуса Христа Будет самым большим Для нашей жизни И твоя жизнь будет меняться И третье И третье Итак, первое мы говорили Какая моая реакция Когда я слышу об Иисусе Второе мы говорили Какая моя реакция На мнение людей И третье Какая моя реакция Если чудо не произошло мгновенно Знаете Вартемей отреагировал на Иисуса сразу Он начал кричать Иисус на Вартемея отреагировал не сразу Написано Было еще Давление людей Была потом еще одна победа в жизни, Вартемей И только после того Иисус отреагировал на Вартемея. В прошлый раз у нас было осужение исцеления, освобождение. И многие люди покаялись, многие люди пережили свое чудо. Мы видели в ролике, там прошло исцеление, там прошло. Может быть, в твоей жизни произошло чудо. Слава Богу за это. Но может быть, кто-то не пережил своего чуда. Может быть, кто-то и, скажем так, еще не получил своего чуда от Бога. Я хочу сказать для нас, продолжай следовать за Иисусом. Продолжай кричать, не останавливайся, не сдавайся. Бог сильный сделать чудо в твоей жизни. Я хотел бы сказать здесь еще одну мысль. Может, она будет для нас не совсем такая, как мы понимаем. Я хочу сказать такую мысль. У Иисуса есть больше чуда, чем просто решение наших жизненных проблем. Братья и сестры, очень часто мы приходим к Иисусу, чтобы решить свои жизненные проблемы. Но я хочу быть с нами честен и откровенен. Знаете, так бывает, когда мы приходим к Иисусу. И я верю, Бог творит чудеса. Бог сделал много чудес в моей жизни. Бог много сделал чудес в жизни многих людей. Бог творит чудеса. Но так бывает иногда, что мы приходим к Богу, и то чудо, которое мы ожидали, оно не происходит. Или оно произошло частично, или оно произошло вообще не так, как мы думали, оно произойдет. Что делать в таких обстоятельствах? Знаете, все равно продолжай идти за Иисусом. Продолжай идти за Иисусом. Я хотел бы сказать для нас. Есть одно чудо, которое сто процентов принадлежит каждому человеку. Знаете, какое это чудо? Это чудо спасения души. Это чудо в том, что Бог хочет простить наши грехи и дать право каждому из нас пройти эту земную жизнь и в конце пойти в вечность на небо. Бог хочет, чтобы мы проводили вечность с Ним на небесах, чтобы наша душа была спасена. Знаете, если бы Вартимей понимал, что есть только главное чудо – это решение жизненных проблем, то когда бы он исцелился, когда бы он решил свои жизненные проблемы, Иисус сказал, «Иди, вера твоя спасла тебя», он мог бы пойти своей дорогой, он мог бы пойти дальше заниматься своей жизнью. Но мы читаем, в Вартимей написано, «А встал и пошел за Иисусом». Вартимей понял, у Иисуса есть большее чудо. Чудо спасения души. Чудо, дар как дар вечной жизни. Библия говорит, что возмездие за грех – смерть, а дар Божий – это жизнь вечная в Иисусе Христе. Поэтому, может быть, чудо не произошло мгновенно. Может быть, чудо произошло частично. Может быть, вообще не так, как ты думаешь. Все равно продолжай идти за Иисусом. У Него для тебя есть самое большое чудо – это спасение нашей души. Группа пространения, можно пройти на сцену. Я хотел бы рассказать одну историю из жизни моей семьи. Знаете, первыми верующими в моей семье стали мои родители. Мой папа, мама, моя сестра. Они пришли к Богу, они пришли в церковь, это был 1998 год. И привели их в церковь определенные обстоятельства. Моя родная сестра, когда ей было 5 лет, она была в садике, спонтанно, непонятно по каким причинам, заболела эпилепсией. Была нормальным ребенком, все, тут начали проявляться приступы. И знаете, маленькая девочка, и тут приступы, которые приходят, случаются эти судороги, она может упасть, она может удариться, она может несколько минут пребывать в таких движениях непонятных. И знаете, родители искали выход из этой ситуации. Они слушали людей, они слушали разные советы, которые им говорили, и обращались в разные инстанции. Были у Кашпировского, у Чумака, кто помнит таких псевдоцелителей. Были у всяких китайцев, я помню, к нам какой-то китаец приезжал, какие-то иголки ей там ставил. Разные-разные методы использовали. Я помню, как один раз один человек пригласил их на служение моих родителей. И он говорит, Иисус сделал чудо в моей жизни, Он может сделать чудо и в вашей жизни, приходите. И родители подумали, вот, а еще какая-то возможность, еще попробуем и такой метод. Они пришли в церковь, было первое служение. На этом служении Бог коснулся сердца моего папы, он покаялся. Потом на неделю покаялась мама, сестра. И они начали следовать за Богом. Я думаю, они пришли в церковь для того, чтобы Бог исцелил мою сестру. Знаете, уже прошло 20 лет с этого события. И я хочу сказать, в жизни нашей семьи Бог явил огромное количество чудес. Огромное количество. Но если быть до конца честным и откровенным, именно чудо, за которым пришли мои родители, полное исцеление моей дочери, оно так и не произошло. На сегодняшний день у нее бывают, проявляются приступы. У нее бывают, проявляются эти моменты. Но знаете, какое чудо произошло? Бог дал моей семье, моим родителям, потом и мне, моей жене, самое главное чудо. Это познакомиться с Ним и получить дар вечной жизни. Иметь спасение. Бог дал чудо моей сестре, о том, что она вообще живая, и о том, что она в такой ситуации может жить, может проводить нормальную жизнь. Я хочу сказать, братья и сестры, может быть, ты пришел за конкретным чудом. Я не говорю, что оно не произойдет. Бог может сделать это чудо в твоей жизни. А может, это чудо не произойдет мгновенно. А может, оно произойдет не так, как ты думаешь. А может быть, оно произойдет по-другому, как ты думаешь. Знай, у Бога для тебя и для меня, для каждого из нас, есть самое большое чудо. Он хочет дать нам дар вечной жизни, чтобы, пройдя этот земной путь, каждый из нас могли прийти в вечность, могли прийти на небо и быть с Ним. Давайте мы сейчас поднимемся. Перед нами будет время поклонения. Давайте мы поклонимся нашему Богу. Может быть, ты находишься на первом этапе, и ты только слышишь об Иисусе Христе. Прими решение мгновенно отреагировать. Знай, Библия говорит, нет другого имени под небом, которое надлежало нам спасти. Нет другой правильной дороги на этой земле, кроме пути, который есть Иисус Христос. Нет другой дороги. Отреагируй на призыв Божий. Следуй за Богом. Может быть, ты начал делать эти первые шаги, ведь я уже поднял такую массовую атаку через мнение людей, родных и близких. И это мнение людей пытается повлиять на тебя больше, чем ослабить влияние Иисуса. Послушай, прими решение. Пускай влияние Иисуса на твою жизнь будет самым большим. Ответь Ему своими действиями, своими шагами веры. Может быть, ты ожидал чуда, а оно не произошло. Как ты думал, как ты размышлял, как ты ожидал. Продолжай следовать за Иисусом. Он хочет даровать нам самое большое чудо – спасение нашей души. Поклонимся нашему Богу. Поклонимся нашему Богу. Иисус, за кровь твою я тебя благодарю, что пролил ты на кресте. Ты был мучен и страдал. Ты был мучен и страдал. Иисус, за кровь твоей крови. Знаю я, что мне цены Иисус твоей крови. Твоей крови. Ратами твоими и сцелем, Милостью прошел, Благодатью я спасел. Не забуду никогда, Какова твоя цена. Кровь Иисуса, Кровь Иисуса, Кровь Иисуса, Твоя святая. Кровь Иисуса, Кровь Иисуса, Я дарю, Что пролил ты на кресте. Ты был мучен и страдал, Жить свою за насада, Чтобы я искуплен стал. Знаю, что нетленным золотом И серебром Был и искупленным грехом. Знаю я, что не цены Иисус твоей крови. Твоей крови. Ратами твоими и сцелем, Милостью прошел, Благодатью я спасел. Не забуду никогда, Какова твоя цена. Кровь Иисуса, Ратами твоими и сцелем, Ратами твоими и сцелем, Милостью прошел, Благодатью я спасел. Не забуду никогда, Какова твоя цена. Кровь Иисуса. Кровь Иисуса. Кровь Иисуса. Кровь Иисуса. Кровь Иисуса. Кровь Иисуса. Дьявол хочет заглушить твою веру. Дьявол хочет ослабить влияние Иисуса на твою жизнь. Прими решение. Я буду больше доверять Богу. Я буду слушать мнение Бога, Попрося спасения в вечной жизни, Изменения моей жизни. Попроси у Иисуса силы, Принять решение, Еще больше взывать, Еще больше следовать за Богом. Может быть ты ожидал какого-то чуда, Но оно не произошло. Может оно произошло не так, Или оно произошло. Прими решение. И дальше следовать за Иисусом. И дальше следовать за Иисусом. Иисус хочет подарить нам вечную жизнь. Иисус хочет довести нас до небес, До встречи с Ним. Господь во имя Иисуса. Благослови тех людей, Кто делает первые шаги. Укрепи ихнюю веру. Позволь не пропустить это мгновение. Позволь ответить на этот стук, Который Господь твое слово говорит, Все стою у двери и стучу. Если кто услышит и откроет войду. Бог благослови отреагировать На твой божественный стук. Благослови сегодня тех людей, Кто переживает давление через мнение людей. Через это мнение людей, Иисус пытается ослабить влияние твое на жизнь этих людей. Боже благослови принять решение. И еще больше идти за Тобою. И еще больше познавать Тебя. Мы благословляем сегодня таких людей во имя Иисуса. Господь благослови тех, Кто пережил свое чудо. И дальше следовать за Тобою. Благослови тех, Кто может быть не получил еще своего чуда. Или оно не произошло так, Как мы думали, Господь. Идти за Тобой, несмотря ни на что. Ожидая самого большого чуда. Спасение нашей души. Мы поклоняемся Тебе сегодня, наш Царь и Богу. Мы благодарим Тебя, Иисус, За кровь святую, Которая была пролита за каждого из нас. Как знак Твоей любви. Как знак того, что Ты хочешь изменить нашу жизнь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Слава Тебе, наш Бог. Вола Тебе, наш Господь. Благодарим Тебя, Иисус. Аллилуйя. Давайте прославим нашего Бога. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Благодаря, обманы. Грех, он сильный. Но знаете, правда состоит в том, что каждый человек имеет право about to be in Edison, покаяться. Иисус очистит от всякого греха. От влияния всякого греха. И изменит нашу жизнь. Если ты на этом месте. И ты знаешь, что грех сильный в твоей жизни. И ты хочешь прощения и покаяния. Я хотел бы помолиться вместе с тобой, где бы ни сделал, в зале, на балконе. Может быть ты пришел в первый раз Может быть ты уже несколько раз на служении Но ты еще не каялся А может быть каялся, но отошел И ты хочешь сегодня, чтобы Бог простил тебя Чтобы Бог поменял влияние С греха на влияние Господа Иисуса в твоей жизни Выходи сюда наперед, мы будем молиться Где бы ты ни стоял в зале, это молитва для тебя Оставляйте свое место Оставляйте свое место, это время для вас, дорогие Проходите, пожалуйста Правда заключается в том, что грех имеет очень сильное влияние Библия говорит, кто делает грех, тот раб греха Знаете, раб этот человек не свободный Он не может сам управлять своей жизнью Но также правда состоит в том Что Иисус Христос 2000 лет назад Умер за наши грехи Взявший грехи наши на себя Чтобы каждый человек, кто покается Получил свободу Получил освобождение Получил спасение от Иисуса Проходите, пожалуйста Проходите, пожалуйста Иисус ожидает вас на этом месте Он хочет влиять на вашу жизнь Он хочет изменить вашу жизнь Аллилуйя Аллилуйя, Иисус Аллилуйя, Господь Знай, своей силой воли ты не сможешь Расправиться с влиянием греха Своими какими-то усилиями мы не можем Наши Наш шаг навстречу к Иисусу Простая молитва покаяния Искренняя молитва покаяния Покаяние Ослабляет влияние греха Нейтрализует влияние греха в нашей жизни Наша жизнь меняется Дорогие те, кто вышел Вы смелые и искренние люди Я хотел бы помолиться вместе с вами Я такой же человек, как и вы Я грехи не прощаю Прощает Иисус Давайте мы вместе к нему обратимся Склоним наши головы, чтобы не смущаться Повторите эту молитву в вашем сердце Прямо сейчас перед Иисусом Христом Господь Иисус Я прихожу к Тебе Такой, как я есть Я признаюсь Грех Имеет влияние На мою жизнь Но я прошу Тебя, Иисус Прости меня Измени меня Ты влияй на мою жизнь Очисти мою жизнь От всякого греха От всякого зла Я доверяю мою жизнь Тебе Я молился во имя Отца Сына И Святого Духа Аминь Мы хотим поздравить вас аплодисментами Не уходите, пожалуйста Мы хотим еще помолиться за вас И также у нас для вас есть подарки от церкви Сейчас после молитвы наши служители с вами познакомятся Вручат вам Евангелие Вручат вам книгу нашего старшего пастора наставничества В которой вы можете узнать первые шаги Как следовать за Иисусом Христом? Вы не обязаны ходить в нашу церковь Но если вы захотите следовать за Иисусом по-настоящему Без церкви это невозможно Если вы захотите следовать за Иисусом вместе с нами Мы будем очень рады вам послужить Церковь, давайте мы поднимем руки И благословим этих людей Чтобы грех не имел никакого влияния на их жизнь Чтобы Иисус Христос имел влияние на жизнь этих людей И они могли последовать за Ним И их жизнь изменилась Господь, мы молимся и благословляем сегодня Твоим именем Каждого человека Всякий грех, всякая нечистота во имя Иисуса Мы просим Господа, чтобы она была очищена в жизни этих людей Чтобы ты дал огромное желание Последовать за Тобою Познавать Тебя Укореняться в Тебе Мы сегодня этих людей благословляем Идти за Тобой до самого конца И унаследовать Самый главный дар в жизни Это дар вечной жизни Мы их благословляем Во имя Господа Иисуса Христа Аминь Аплодисменты для вас и наши служители Сейчас с вами познакомятся Пусть Бог благословит Продолжайте следовать за Иисусом Продолжайте следовать за Богом Перед нами также будет молитва за заповедь причастия Давайте мы возьмем хлеб Мы благословим хлеб и чашу Отец Небесный Мы благословляем Твое святое имя Мы потрясаем перед Тобой этим хлебом Как прообраз тела Твоего Благослови Господь эту чашу Как кровь Твою святую И дай нам сегодня Господь В благоговении и смирении Принять Твою силу Принять Твою любовь Принять Твое благословение Во имя Господа Иисуса Христа Аминь Написано взял хлеб Разломил Братья и сестры Я сегодня говорил проповедь На тему цепная реакция И мы говорили что цепная реакция Это Скажем так Определенные события Которые Цепляются Одно за другим Вы знаете Недавно я слышал Еще одно определение Этого выражения Что такое цепная реакция Это Твоя и моя реакция На цепи в нашей жизни Знаете у нас Месяц июнь Месяц победы И в победе нуждаются люди Которые не только Делают первые шаги за Иисусом В победе нуждаются люди Которые и уже долгое время в церкви Может быть ты нуждаешься В победе в здоровье Может быть ты нуждаешься В победе в семье Может быть ты нуждаешься В материальной победе В своей жизни Может быть ты нуждаешься В победе в служении, может быть, ты нуждаешься в победе над внутренними какими-то переживаниями. Знаете, с чего начинается победа? Не соглашаться с теми цепями, которые есть в нашей жизни. А знаете, что означает заповедь причастия? Какой прообраз имеет заповедь причастия? Иисус две тысячи лет назад на кресте показал, Он не согласен, чтобы твоя и моя жизнь была связана. Иисус заплатил на кресте своей кровью, своим телом, чтобы каждый из нас имел право быть свободным, имел право быть благословенным. Поэтому сегодня принимая заповедь причастия, прими от Иисуса силу, прими от Иисуса власть, бороться, противостоять и иметь в Иисусе Христе победу от всякого рода зла, от всякого рода проблемы во имя Господа Иисуса Христа. Не соглашайся со своей проблемой, не соглашайся со своей ситуацией. В Иисусе Христе есть победа. В заповеди причастия могут участвовать члены нашей церкви, члены других церквей, кто не на замечании, не на исключении, кто в мире с Богом. Причастие будет стоять здесь, спереди, по краям, при выходе из храма. Давайте с верою, прикасаясь к телу и крови Иисуса, прими то, что Иисус не согласен с твоими сцепями. И сам не согласись с этими обстоятельствами жизни. Борись! И в Иисусе Христе мы будем иметь победу. Мы можем проходить и участвовать в заповеди причастия. Кровь Иисуса Христе Кровь Иисуса Христе Кровь Иисуса Христе Помни, Иисус не соглашается с цепями в нашей жизни. Не согласись со своими проблемами, не согласись со своими тупиками, ищи выхода у Иисуса, ищи победу, и Бог дарует эту победу. Мы принимаем исцеление крови отсчез Celia через кровь твою Боби. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Благослови Господь Иисус! Пускай Твоя свобода и победа придет в наши семьи, придет в наше здоровье, придет в наши работы, придет Господь в наше сердце, придет Господь в наше служение во все сферы нашей жизни! Во имя Господа Иисуса Христа! Аминь! И давайте прославим нашего Бога! Наше служение подошло к концу и перед нами будет наша заключительная молитва, молитва Отче наш! Отче наш! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!